36-летняя жительница Калужской области Анастасия Першина обратилась в Виновский перинатальный центр. После того, как ей сделали УЗИ, выяснилось, что у будущей мамы врастание плаценты и редкий случай многоплодия. Достаточно уникальный случай. Это моноамниотическая монохариальная двойня, что достаточно редко встречается. Простыми словами, это когда оба эмбриона располагаются в одном амниотическом мешочке и питаются через одну плаценту. Кроме того, сочетание врастания плаценты и редкого вида многоплодия встречается в 0,01% случаев от всех спонтанных и в 1% от всех многоплодных беременностей. Малыши родились на сроке 33 недели гестации. Это немножко раньше положенного срока. Потребовали в течение месяца выхаживания в условиях отделений перинатального центра. С ноября 2014 года Виновский перинатальный центр занимается проблемами врастания плаценты в рубец на матке. Уже прооперированы более 300 пациенток из разных регионов России. Когда мы вникали в эти подробности, девчонками, кто это все проходил, мы всегда спрашивали, как, что будет, что там будет 6 катетеров. Это так было страшно. Но, по сути, самое главное было просто довериться. У пациентки это третьи преждевременные оперативные роды. Благодаря опытным врачам, а также заведующему акушерским отделением патологии беременности Видновского перинатального центра Ильясу Куликову, Анастасии с мужем стали многодетными родителями. Старшей дочери 3 года, а сыну 2. Я благодарна самому центру Видновскому. Здесь очень много здоровских врачей, которые и хорошего уровня, высокого уровня, как профессионалы. И при этом они просто люди, которые могут услышать, которые могут понять, которые могут отнестись к пациенту с уважением. Новорожденных и маму уже выписали домой. За ними приехал муж Михаил с сыном Дементием. Очень рады. Мы ждали еще до брака. Надеялись, что у нас будет двойня. У нас по линии были двойни. Мы все думали, что будет она у нас или нет. Дождались. Очень рады. Счастливы. Счастливые родители в будущем планируют еще одну дочку, а лучше две. Юлия Стоферова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.